Привет друзья! Сегодня мы с вами будем готовить новое блюдо. Вы знаете, как всегда я не могу без импровизации, без того, чтобы что-то придумать. Я решила приготовить гречку с курицей в сливках. Думаю, это будет потрясающе вкусно. Я докажу вам сегодня, что кулинария это искусство. Вроде бы совсем простые продукты, но вы знаете, что самая простая пища, это самая полезная пища. Итак, для этого мне понадобится гречка. Я ее промою, у меня здесь полтора стаканчика. Там посмотрим, сколько чего нам нужно будет. Я уже буду по ходу запоминать и, надеюсь, напишу вам об этом. Филе курочки. Можно взять любую птичку, я так думаю. Это у меня грудка. Разделанная грудка, уже отделена от костей и порезана вот такими вот, ну, хорошими такими кусочками. Так, морковочка, лучок, сливки, естественно, соль, перец и растительное масло. Нам понадобится сковорода еще и какой-нибудь сотейничек, в котором все это будет тушиться. Хочу вам сказать вот об искусстве кулинарии. Я вот сидела сейчас, думала, как бы сделать такое, чтобы оно было действительно сливочное, нежное. Что мне только в голову не приходило добавлять. И то, и это, и все. Кстати, вот о перце, я не знаю, ну, он не превалирует. У меня не свежий молотый, поэтому. Хотела базилик, думаю, нет. Базилик для сливок слишком агрессивен будет. Потом думаю, ладно, положу просто зелень в конце и все. Ага, зелень у меня, зелень у меня, лук зеленый и петрушка, есть укроп. Подумала, нет, дорогая Света, не пойдет. Лук зеленый агрессивный превалировать будет. Так же, как и базилик, будет просто кричать о себе в блюде. Укропчик тоже будет покрикивать малость. Вот петрушечка, самая нейтральная зеленушка, которую можно будет сюда добавить. Почему я так делаю? Для того, чтобы был именно сливочный вкус. Нежный, потрясающе вкусный сливочный вкус. Лучок, скажете, нет. Лучок, он при обжаривании теряет свою агрессивность, становится сладким и нежным. Тем более, у меня сладкий сорт ток. Вот, морковочка, конечно, тоже. Перчик, не знаю, можно добавить, можно не добавить. Так, для аромата чисто, чуть-чуть. Если бы у меня был свежий перец, то я бы, конечно, не стал добавлять. А это так, можно добавлять, можно добавлять там. Толку от него, можно сказать, никакого. Если так в конце чуть-чуть на блюда посыпать. Значит так, приступаем к приготовлению нашей гречки в сливках. Будет потрясающе вкусно, я в этом уверена. Главное, чтобы мне не ошибиться с пропорциями. В первую очередь, друзья, мы промываем гречку. Если она у вас такая мусорная, то еще надо ее немножко перебрать сначала. Итак, друзья, я поставила вот утятница у меня. Я в утятнице буду готовить. Не смотрите, что старая, другой нет у меня. Отлично в утятнице готовить. Просто пальчики облизишь. Можно и духовки так. И жарить в ней можно и тушить. Вот наливаю сюда растительного масла для того, чтобы нам поджарить мяско. Ну, я не знаю, небольшое количество. Так, смотрите, мяса у нас немного, там где-то грамм 400. Раз, два, три. Думаю, что три столовые ложки хватит, чтобы поджарить. Сейчас она у меня разогреется на сильном огне. На сильном, обязательно. На шестерку я поставил. Затем будем закладывать мясо. Подготавливаем сковородочку для соуса. Друзья, вот сковородочку я поставила. На нее тоже можно налить три столовые ложки растительного масла. И разогреть на сильном огне. В это время мы с вами будем нарезать лук с морковочкой. Не, даже больше, чем три столовые ложки. Четыре-пять, наверное. Потому что большое количество лука надо, чтобы оно прожарилось. Вот лучок. Скажу вам по чесноку, друзья. Учусь я у Лазерсона. Яр Лазерсон, профессиональный повар. Кстати, вот я заметила, что мы с ним готовим абсолютно одинаково. Он истинный творец. И вот вчера смотрела его ролик, и он мне научил меня, как нарезать лук, чтобы не мучиться с ним. Вот видите, я не до конца прорезаю его. Чтобы было удобно резать. Также можно вот так его сделать. Чтобы удобно было резать. И нарезаю вот такими кубиками. Можно полукольцами, можно четверть кольцами. Так, дошли до этого штучки. Теперь уже можно так нашинковать. Вот так. И эти кусочки можно порезать. Кстати, я Лазерсон отличный повар. Я вам скажу, это просто супер творческий человек. Вот у него кухня. Он профессионал, поэтому я у него учусь. Хотя очень много у нас похожего, но я у него все-таки учусь. Я вообще всегда учусь всю жизнь. Нарезали лук, теперь морковочка. Я буду строгать вот на этой. Чтобы не мучиться, не резать ее. А просто, чтобы она играла так хорошо у нас в блюде. Такими крупными кусочками, потру на этой терочке. Такие вот лепесточки получаются. Вот смотрите, часть потерла на этой, вернее, у меня совсем маленький кусочек остался. Его очень трудно тереть, да? Сейчас я сделаю так. Потру вот на такой мелкой терочке, которая не дерется. Это дерется. Вот. Для того, чтобы будет цвет такой желтоватый. Была бы у меня куркума, я бы добавила. У меня нет, к сожалению. Чтобы соус был желтенький. Вот потру морковочку на мелкой терочке. Итак, друзья, здесь масло у меня разогрелось. Сейчас закладываем пулочку. Разбрасываем по всему дну. Просто растягиваем, не размешивая. Слуха у меня дно маленькое совсем. Неравномерно будет жариться, ну ладно. И ни в коем случае не размешиваем. На сильном огне поджариваем до желатистых цветов и нижней стороны. Не размешивайте, даст сок, сухая курица будет. И не кипятение. Итак, сковорода у нас тоже разогрелась. Закладываем ячок. Добавляем ячок. Его много, поэтому дадим он ему немножечко. Немножко дадим поджариться. Затем добавим морковочку. И вот этот лук красный. Некрасиво смотрится в готовых блюдах. Он синеет такой. Но нет у меня другого. Такой вырастет на обороте. Хороший как-то лучок. Но вот он... Если, допустим, макарошки там или картофель, то видно вот это вот синевая, не очень красиво смотрится. А в гречке, я думаю, будет нормально. Немножечко его поджариваем. Не мешаем пока. Курочка поджаривается, не мешаем. Можно наступануть лилочкой, посмотрю. Хотя я еще, конечно, сомневаюсь, что она поджарилась. Она плохо, и пятница старая. Нет, видите, прилипла. Надо, чтобы нормально. Если поджарится, будет лесной сок, это даже будет еще вкуснее. Пригорится немножко. Ну вот, теперь еще дадим ей поджариться. Видите, сколько мало? Потому что мы сразу не размешивали. Так, лучок наш, что уже, наверное, можно уже вмешать. И добавить морковочку. Смотрите, если мало масла, так вот налейте, здесь устраиваешь, что-то подогреется, а потом размешивайте. Вот припустим еще чуть-чуть наши овощи, чтобы они были такие, чтобы масло обогатилось вкусами овощей, пошел аромат. Друзья мои, вот курочку я уже перемешала, отключила плиту, чтобы не горело. И морковочку с луком я перемешала. Пока выключу, достаточно, думаю, поджариваться ее, чтобы не горело. И вот хочу рассказать, что в помощь хотела я сделать без муки, но тут и подумала, чтобы такая масса была более сытная. Так, теперь я немножко возьму муки. Сейчас мы будем делать так. Вот пока легало. Нет, ничего не сгорело. Так, смотрите, как я это делаю. Скоток в муке, не знаю, так, одна щепоточка. Две, хватит, наверное. Ну, две чайные ложки. Теперь я это перемешиваю. Включаю плиту опять, а то я выключила ее. Перемешиваю. И теперь добавляю сливки. Так, наполовинку добавили. Теперь перемешиваем, чтобы было пусто. Опять выключу. А то сейчас у меня тут будет. Патрушку уберу, а то сейчас у меня начнется представление. Так, поднимаю. Добавляю еще сливок. Ну, всю коробочку я, короче, и улью. Не буду заморачиваться. Сколько тут грамм-то у нас? Не знаю, я потом посмотрю. Теперь еще раз перемешиваю. Думаю, даже и воды, наверное, сюда не понадобится. Сейчас посмотрим. Чтобы масса такая загустела, была густая. Кстати, допустимо в соус ложить вместо муки крахмал. Но, честно вам признаюсь, я ни разу так не готовила. Надо же как-нибудь отдельно просто попробовать соус мне приготовить именно на крахмале. Я не знаю, какой там вкус будет у крахмала, поэтому что-то я побаиваюсь. Так, ну вот пачку вылили мы. Да? Теперь доводим еще до жидкости. Вот я беру кружку воды холодной. Половинку выливаю и размешиваю. Плиту я уже выключила, а то сейчас прилипать будет. За плитой смотрите или отодвигайте, или включайте-выключайте, как я, потому что у меня дно у сковороды очень горячее, долго держит тепло. Поэтому я боюсь, что у меня все не свяжется, будет все комками. Наливать жидкость понемногу надо, потому что будут комки. Поэтому надо это делать щепетильно, иметь терпение. Так, ну вот с солью что мы будем делать? А мы сейчас прямо уже самую гречку, когда засыпем, тогда и посолим. Вот смотрите, вот такая консистенция у меня получилась. Сейчас я, когда засыплю гречку в мясо, посмотрю, что у меня получится. Сколько жидкости еще понадобится. Естественно, конечно, я вам это поясню. Вот такой сливочный соус у нас получился. Теперь готовим дальше. Итак, друзья, включаю плиту на сильный огонь. Засыпаю гречку. У меня здесь полтора стакана гречки. Вот, который вот стаканчик стандартный. Полтора стакана гречки. Теперь разравниваем. Так. Можно посолить. Учитывая, что у нас вообще ничего не соленое. Абсолютно. А потом уже смотрите так на глазочек, сколько у вас там чего. Я мало всегда солю, поэтому если будет недосолено, можно будет в конце досолить. Так. Теперь выливаем соус. Выливаем соус и будем смотреть, сколько у нас здесь жидкости. Соус густой, поэтому надо, чтобы он не было так густо, чтобы гречка смогла все-таки у нас свариться. Размешивать я не буду. Пусть вот так вот оно будет у нас. Так. Вот смотрите. Густо, да? Надо, чтобы гречка была прикрыта. Это прикрыто густотой. Значит, все-таки нам нужно добавить еще воды. Вот я наливаю стакан. Наливаю стакан. И немножечко нужно сделать вот так, чтобы понять, сколько здесь жидкости, чтобы греча у нас хорошо сварилась. Вот она тут сухая. Можно вот так попротыкать. Вот точно. Что я сразу-таки додумалась, мама дорогая. Ну, чтобы гречка была у нас в жидкости. На два пальчика примерно. Хотя, когда томится, если ставить на томление, то можно и меньше. Потому что оно не кипит, а томится за счет пара. Вот я не знаю, хватит, не хватит. Думаю, что хватит, наверное. Наверное, хватит жидкости. Сейчас она закипит на сильном огне. А затем мы убавим уже до томления. Кстати, вот сейчас вот поковыряли, вот так вот можно на соль попробовать уже. На соль, щепоточку сахара для усиления вкуса. Щепоточку, не больше. Сейчас я попробую на соль. У меня, конечно, крупная соль, она долго расходится. Ммм, маковато. Еще чуть-чуть. Не переборщить. Ну, вот сейчас она у нас закипит. И затем убавляем огонь. Итак, друзья, у меня закипает. Я убавляю огонь совсем на низкий, на единицу. Сильного кипения ждать не буду, а то сейчас как начнет все бурлить. Поэтому этого делать не будем. Вот, убавила. И закрываю крышкой. Засекаем время. Так. 9.30. Закрываем крышечкой. Крышку потеряла. 9.30. Время для поэзии. Николай Гумилев. Сады души. Сады моей души всегда узорны. В них ветры так свежи и тиховейны. В них золотой песок и мрамор черный. Глубокие прозрачные бассейны. Растения в них, как сны, необычайны. Как утром воды розовеют птицы. И кто поймет намек старинной тайны? В них девушка в венке великой жрицы. Глаза, как отблеск чистой серой стали. Изящный лоб белей восточных ливий. Уста, что никого не целовали. И никогда ни с кем не говорили. И щеки розоватый жемчуг юга. Сокровища немыслимых фантазий. И руки, что ласкали лишь друг друга. Переплетясь в молитвенном экстазе. У ног ее две черные пантеры. С отливом металлическим на шкуре. Взлетев от рост таинственной пещеры, Ее фламинка плавает в лазоре. Я не смотрю на мир бегущих линий. Мои мечты лишь вечному покорны. Пускай Сирока бесится в пустыне. Сады моей души всегда узорны. Ну что, друзья, прошло 30 минут. Как наша гречка стоит На самом низком огне на томлении. Надо посмотреть, что с ней происходит. Друзья, сейчас надо посмотреть. Так, попробуем. Так, по виду-то вроде уже готово. Короче говоря, Ее осталось чуть-чуть. На томлении не знаю сколько. Если бы побыть наварилось, то пару минут. А вот на томлении сказать не могу. На этой стадии я ее перемешиваю и добавляю укроп. Ой, укроп, простите, прости. Прощение, я петрушечку. Петрушечку. И можно поперчить. По-моему, у меня недосумно. Немножко посолить. Так. И теперь мы ее... Вы можете поперчить еще, если хотите. Я все-таки решила не перчить. Хорошенечко размешиваем. Какая ароматная. Такой интересный запах. Сейчас еще петрушечка немножечко даст аромату. Вот видите, естественно, она, конечно, не рассыпчатая. Она вязкая. Это естественно, потому что она в сливках. Значит, априори она должна быть такой, вязкой. Думаю, будет вкуснятие, но необыкновенно. Так, закрываем все щелочки. Еще не знаю, минут 15, может быть. Может 10. Сейчас еще раз возьму. И попробуем. Закрываю крышечкой. И пусть еще потомится. Ну вот, друзья. Время прошло, я сейчас скажу так. Короче, почти час. Вот я открыла, попробовала, уже размешала. Такая необыкновенная вкуснотища. С черным хлебушком. Это будет просто, ну а я вам скажу, вкус. Какая вкуснота, моя дорогая. Наша кашка в сливках готова. Ну вот, друзья, наша греча с курицей в сливках готова. Замечательная, вкусная, очень нежная. Желаю приятного аппетита. Готовьте в удовольствие. Балуйте своих близких и родных. Удивляйте гостей. Всего вам самого доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok